Два часа дня в Одессе. В прямом эфире новости. Меня зовут Максим Малынов. Здравствуйте. Одессу посетили высокопоставленные гости. Среди них глава Верховной Рады Украины Владимир Гройсман, первый замглавы администрации президента Виталий Ковальчук, вице-премьер-министр Геннадий Зубко. Все они приехали на 11-й украинский муниципальный форум. В рамках этого мероприятия сегодня провели день диалога с правительством, говорили о местном самоуправлении и децентрализации власти. На сегодняшний день создается абсолютно нормальная европейская система, которая позволит качественно улучшить уровень жизни на местах, с одной стороны, а с другой стороны создать хорошие рабочие места. В форуме приняли участие представители местной власти и Одессы, и также других городов Украины. По словам мэра Львова Андрея Садового, наш город имеет большой потенциал, как курортная столица Украины. Это место, которое имеет один из самых больших потенциалов в Украине. Это однозначно. Если вам удастся все правильно складывать, и на следующих выборах выбрать в органы местного самовередования честных, ответственных граждан города, тогда вы будете иметь очень большую динамику развития. Подробнее о том, как прошел 11-й Украинский муниципальный форум, смотрите сегодня в следующих выпусках новостей. После участия в конференции глава парламента Владимир Гройсман вместе с руководителями города и области принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику неизвестному матросу. В знак памяти и скорби по погибшим в войне. На сегодня и хотелось бы, чтобы больше знали, чтобы эту участие и бред в войну, эти боевые действия никто никогда не забыл. Вот это основное, что я считаю, что мы помним. Хотя сейчас очень много всевозможных инноваций, касающихся отечественной войны. Я имею свое собственное мнение. Внезапно, военные действия привела к тому, что нам пришлось немножко хорошо отступать, хорошо потерять, много потерять своих друзей и товарищей до самого конца до Сталиноградской битвы. В день скорби и памяти жертв войны 22 июня в Одессе приспущены флаги. Сегодня исполняется 74 года с момента нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Украина понесла огромные потери. Погибло более 5,5 миллионов мирного населения и 2,5 миллиона солдат на фронте. Сильный пожар в общежитии на Радостной. Горел третий этаж. Информация о возгорании поступила около 10 утра. На место происшествия приехали спасатели. Первым делом они принялись эвакуировать людей. Семерых человек спустили по трехколесной лестнице через окна. Еще 18 вывели через пролеты. Косили пламя 11 машин пожарно-спасательной техники. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. А причина пожара сейчас устанавливается. По месту вызова было определено решающее направление спасения людей. Сложности тушения были в большом количестве людей, которые остались на третьем, четвертом, пятом этажах. Этажах, которые были сильно задымлены. И с подъездом к самому месту пожара во дворе стояли припаркованные машины. Меньше оружия. Глава Одесского обл.УВД дал приказ убрать все блокпосты на въезде в Одессу, так как, по его мнению, они нецелесообразны. Это один из первых приказов Георгия Лордкипонидзе на посту начальника Одесской областной милиции. Он считает, что угрозы для жителей и туристов в настоящий момент не существует. И встречать их надо не с бронетранспортерами, а с цветами. В то же время глава обл.УВД рассказал, что милиция работает в штатном режиме. Новых глав в районах администрации отбирают психологи, менеджеры и специалисты в области местного самоуправления. Собеседование с кандидатами проходит сегодня в областной администрации. По словам главы ОГА, конкурс на замещение должностей оказался популярным. На одно место претендуют около 200 человек. Главное требование к предпотенциальным руководителям – честность и знание дела. Как сообщает интернет-издание «Думская» из 100 проверенных кандидатов, пятерых не приняли из-за уголовного прошлого. По информации ресурса «Маяк», на конкурс по отбору глав 26 районов Одесской области уже подано 4538 анкет от претендентов. На данный момент прием новых анкет уже завершен. И к этому часу у меня пока все. Больше новостей в 16 часов. Хорошего вам дня и оставайтесь седьмым.